Школа медицина «Катастроф» существует уже пятый год. В среднем ежегодно через неё проходит около трёх тысяч человек. Сегодня её участниками стали столичные гимназисты. Освоить 10 базовых навыков оказания первой медицинской помощи – вот цель сегодняшнего занятия. Как остановить кровотечение? Что делать, если получил ожог? Школьники учатся самостоятельно накладывать жгут, делать перевязки и искусственное дыхание. Мы говорим, поднимите руку вверх, прижмите, и посмотрите, что я не буду вас сильно делать. И делаю следующим образом – убирайте руки. И вот таким образом я фиксирую. Смотрите, что получается. Что в этом случае я прижму артерию, а с этой стороны сонно-артерию оставлю свободу. В школе медицины «Катастроф» оборудован так называемый симуляционный центр. В нём есть всё необходимое для тренировки навыков первой помощи. Прежде всего – манекены. Они имитируют конкретную ситуацию, будь то ожог или остановка сердца. Есть в центре и специальный бокс. В нём переносят пациентов с заражённых инфекцией. К примеру, если обнаружить человека с подозрением на коронавирус, то его непременно поместят в него. Сама деятельность Центра медицины «Катастроф» охватывает территорию всех муниципалитетов республики. «Три тысячи человек проходит через нашу школу медицины «Катастроф». Это не только сюда они приходят, мы выезжаем. И в прошлом году мы охватили все муниципальные образования. Выезжали в Оркуту, Инту, Печору, Усинск, во все наши районы, в том числе работаем с медиками». В школе медицины «Катастроф» учатся не только школьники. Студенты-медики пользуются оборудованием для подготовки к экзаменам. Те, кто уже вступил в ряды врачей, может воспользоваться им при сдаче зачетов для повышения квалификации. «Первую помощь должны оказывать практически все, уметь оказывать, потому что бригады скорой помощи не могут моментально приехать. Средний вызов до экстренного вызова – это у нас 5-8 минут. За эти 5-8 минут пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь». Правила первой помощи – это то, что должен знать каждый. Зачастую именно своевременная помощь может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. Ведь в экстренной ситуации счет идет на минуты. И тогда, казалось бы, простые правила, о которых нам рассказывали еще в школе на уроках ОБЖ, смогут предотвратить трагические последствия. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.